Партнер программы торговая компания Канна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телерадио компании «Анзамас». По-прежнему самые вкуснейшие программы нашего телевидения. На кухне я и ведущий Юрий Ломов. Сегодня у меня в гостях вновь звездный и звездный человек Сергей Любавин. Певец и поэт Сергей. Здравствуйте. Приветствую, Юра. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно находиться в вашем замечательном городе, в этой уютной, не побоюсь этого слова, студии. Спасибо. Сергей, ну, от себя благодарю, что откликнулись на мое приглашение. Рассказывайте, что будем готовить, чем будем радовать, ну, в первую очередь, меня, себя, ну, и наш коллектив. Что будем готовить? Блюдо очень простое на все случаи жизни. И не побоюсь этого слова, это настоящая баранина, парная, спинная часть. И мы будем ее жарить, делать к ней гарнир. И это настоящее мужское такое блюдо. Это очень вкусно, питательно. И самое главное, вот такое на все случаи жизни. Отлично. Так, нам нужна, значит, спинная часть, да, карея. Спинная часть, карея, ягненка или баранинка молоденькая. Мы ее режем, желательно, чтобы это было с рынка, чтобы это было свежее мясо, потому что это блюдо на 90% зависит от свежести и качества самого продукта. Отлично. Я буду помогать, если нужно. Хорошо. Значит, начинаем мы со следующего. Мы берем сковородку, хорошую, желательно чугунную, такую тяжелую, и раскаляем ее, включаем печку нашу. В условиях дачи это, естественно, будет какой-то костер или мангал, или что-то такое. Лучше на открытом огне все это готовить. Я сам безумно это люблю. Ну, условия города – это сковорода, это такая печка. И пока это раскаляется, мы будем делать гарнир для нашего блюда. Гарнир состоит в том, что это такой импровизированный мужской опять. То есть, что такое мужской? Женщины, я вообще считаю, существовало более сложное, чем мужчина. Ну, понятно, рождение ребенка, у них организм более сложный устроит. И от этого на кухне женщина ведет себя, она хочет сделать что-то более сложное, более такое для мужчины. Иногда ешь и даже не понимаешь, что ты ешь. У мужчин все просто. Он охотник, он добытчик, он, значит, сходил в лес, убил это мясо, привез его домой и начинает готовить то, что под руку попалось. У нас сегодня под руку попались помидоры, вот эти замечательные зеленый репчатый лук, еще остался на грядке, несмотря на позднюю осень, все прочее. Из приправ у нас черный перец, мускат и морская соль. Обязательно вот такие естественные натуральные продукты. Что мы делаем? Не нужно делать это на доске, я всегда это по-сибирски, я из Новосибирска, в принципе, делаю это вручную. Беру помидор, беру нож и начинаю вручную, только вручную. И вкус совершенно другой, вот этими, если резать аккуратными ломтиками на дощечке, вообще не то. Даже вот из-за такая, казалось бы, мелочь. И вот так мы нарезаем вот эти помидорки наши. Сергей, Сергей Любавин в Арзамасе, какими судьбами? Рассказывайте. Да, первый раз. Я почему-то не знаю, почему прокатчики как-то, ну, не случалось просто. Может быть, и не их вина, но почему-то не случалось. И Нижний был, и Ковров, и вот ваше, как бы, это самое, это направление. Но Арзамас впервые. Впервые. Я очень рад, что я, потому что знаю по гостевой книге, по сайту, что очень много у меня здесь поклонников, поклонниц, что немаловажно. И, наконец, мы доехали. Это живой коллектив у меня полностью, 8 человек на сцене, прекрасные, великолепные музыканты с консерваторским образованием. И программа – это такая хорошая, красивая эстрада с великолепными мелодиями, музыкой. Мне очень приятно будет ее показать именно в вашем городе, потому что я знаю, что очень любят такой жанр, именно жанр хорошей, такой настоящей эстрады. Вот. И поэтому мы привезли и новые песни уже, которые звучат по радио, уже люди их полюбили. Ну, все это мы привезли и покажем с огромным удовольствием. Что немаловажно, вот это я очень люблю, когда лук, знаете, вот это именно с грядки, это не такой, который там, где его выращивать, там даже иногда в супермаркет заходишь, стебельки вот эти вот, они одинаковые совершенно. То есть это такой какой-то инкубаторский искусственный продукт. Здесь у нас все по-другому. И опять же руками вот так сворачиваешь это все, очень как бы, ну, по-мужски, то, что называется. Берешь, делаешь так, и начинаешь резать лучок. Вот сразу запах пошел зеленого лука. И уже, да, и уже соседи, мужчины, которые там проживали где-то рядом, настоящие друзья, даже по мобильному телефону уже почувствовали все это и уже название. Говорят, как дела, можно ли зайти, ну, как бы, выпить чашку чая. Вот так берешь это все сюда, в помидоры. Сергей, а вообще вы прихотливый в еде? Я прихотливый с точки зрения какой? С точки зрения того, что я люблю, чтобы были натуральные продукты только. Я не прихотливый, что вы глупости там готовите с 20 ингредиентов. Чем проще, тем лучше. Но продукты должны быть натуральные. Это важно. Это как сегодня у нас. Теперь, значит, лук, зеленый, помидор, крошем, туда перчика чуть-чуть черного. Вот так вот достаточно. Обязательно мускатный орех. Это моя любимая приправа, сибирская такая. Мама у меня еще пельмени делала. Обязательно мускатный орех добавляла. И соль морская. У нас соль. Солим хорошо. Ну, чтобы вкус проявился любого продукта, обязательно нужно солить. По-любому. Хотя говорят, там без соли, там все это ерунда. И чуть-чуть оливкового масла. Сковородка у нас подходит уже. Да, уже дымит масло. Супер, да. Вот поливаем маслицем это все. И все ставим. Это пока соль растворится морская, она крупная. Мускатный орех впитается в помидоры. Лук. Пусть это все готовится. Мы приступаем к мясу. К самому главному. Да, вот у нас баранина. Замечательная баранина. Пока у нас это самое, можно прямо на сковородку. Чуть-чуть. А, прямо в масло, да? Прямо в масло, раз. Сюда же мы мускатный орех чуть-чуть. Тоже достаточное количество. Морскую соль. Мясо не нужно солить. Вот прямо сюда ее. Не нужно солить мясо. Вот прямо сюда. И выкладываем эти замечательные такие розово-красные замечательные кусочки баранины. Вот сковородка хорошо у нас накалилась. Это нам дает то, что сейчас этот жар огня, баранина питает себя и будет уже жить самостоятельной жизнью. Независимо от повара и от едоков, которые приготовили все это дело съесть. Ну, у нас в два этапа мы можем пожарить это все. Вот на таком практически открытом огне, насильном, у нас жарится баранина. Мы сверху ее можем тоже чуть-чуть перчика. Этот рецепт откуда, Сергей? Этот рецепт придумал я лично, но я подозреваю, что здесь нет какого-то ноу-хау, потому что во всем мире, на Востоке, на Западе, в Арзамасе тоже баранину жарят. Мужчины ее очень любят. Но просто сама простота и вот этот момент такой, что это можно сделать буквально за 15 минут. Для этого не надо что-то там такое, мускатный орешек. Вот. И я солил, не помнишь? Сверху нет. Нет. Все, вот так чуть-чуть еще сверху. Соль-ка чуть-чуть. Все. И у нас баранина жарится. То есть любой мужчина, который устал и пришел с работы, например, ну и у него есть, осталась рюмочка чая, где-то у него в холодильнике заначка, но он не знает, с чем это скушать, так чтобы это было приятно. Вот рецепт. Только по дороге с работы нужно заехать обязательно на рынок, купить грамм 500, 600, 700 свежей баранинки. Вот это вот как бы самое. Ну и у нас жарится все. Сергей, немножко о творчестве. Пишутся ли новые песни, снимаются ли новые клипы? Да, и за последние вот несколько лет, поскольку у нас первый концерт в Арзамасе, я скажу, что снят был клип с Таней Булановой на песню «Цветок», которая там прогремела, и песня «Нежность», и на песню «Признание». Это вообще новая программа, которую я сделал симфоническим оркестром Сергея Сергеевича Скрипка. На Мосфильме мы все это записали. Очень много заказывает по радио женская аудитория. Я вообще раньше думал, что, в принципе, аудитория Сергея Любавина – это женщины. Но я глубоко ошибся, потому что приходят семьями. И даже такие казусы бывают, что сейчас же пишут на афише, допустим, 12+, и женщина одна разгневанная звонила, я не помню, по-моему, даже из Коврова. Говорит, Сергей, как так? У вас написано на афише 12+, у меня дочка, ей 5 лет, она ваша фанатка, ее не пускают на концерт. Ну что это такое? Я попросил директора, их провели с мамой, посадили, они подарили цветы, ну вот как бы с удовольствием приходят семьями, и дети находят, и причем у меня песня «Дочка» есть, вот самое главное. И маленькие девочки выносят цветы вот под эту песню как раз. Очень приятно. Да, можно, можно, да, посмотреть. Нет, еще можно, еще пусть, 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 да. Женщины, я всегда так думал, и, кстати, с удовольствием читаю на концерте это стихотворение, непрофессиональный поэт в качестве смс много лет назад женщина прислала. И с удовольствием для женщины Арзамаса вашей передачи, можно, да? Да, да, конечно. Стих такой, он это самое, перед песней «Грешная любовь», не побоюсь этого слова, я читаю это стихотворением. От страсти у мужчины кровь бурлила, и женщина с улыбкой на устах сказала, что себя бы разрешила поцеловать, но только в двух местах. О, мужики, святая простота, он к женщине придвинулся поближе и попросил назвать места, она сказала, в Риме и в Париже. Браво! Сергей, вы говорили про мангал, да, и говорили, что любите это делать. Вы ведь 20 лет уже живете в Москве. Да. Удается ли выбираться куда-то, какая-то дача? К сожалению, да. Я в Москве живу только по случаю прописки и проживания моей семьи в Москве. Потому что в основном у нас работа такая, что мы переезжаем из города в город и путешествуем и все прочее. И плюс еще, в чем фишка и качество этого блюда, то что здесь, если вас там пригласили после концерта, и вы там заказываете это блюдо, совершенно в другом городе, в другом регионе, совершенно минимум возможности получить какое-то гастрономическое отравление. Потому что все продукты свежие. Мясо свежее, помидоры, лук, зелень, соль морская. И вот лепешка. Я не знаю почему, но я люблю именно лепешку, называю почему, потому что низкая калорийная здесь мука и вода, больше ничего нет. Но щепотка соли, щепотка сахара. А по большому счету у нас в Сибири, допустим, когда кушали блюда из мяса, там все готовилось, в том числе и мясо, в русской печи. Русская печь, это пот накаляется туда, это мясо ставится, оно томится там. То есть это получается не жареное, не вареное, а печеное. 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 Самое. Уволокно. Да, 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 самое полезное, то, что является для организма. Сергей, а есть ли концерты за пределами России? Гастролируете за бугром? Да, конечно, за бугром-то и приглашают, и гастролируем. Мы ездим, мы были и в Америке, я месяц целый гастролировал там давненько, и честно говоря, ну, не произвела страна такого впечатления, на которое я рассчитывал. Ну, все же, Америка, Америка. Ничего, проблемы у них, вот эта система, которая выжимает из людей все. Они, конечно, живут неплохо и имеют, и плюс кредиты у них, там какие-то смешные проценты, все, можно сразу дом, машину, там все, вот это плюс большой. Но минус в том, что такого нет момента, что расслабиться где-то куда-то, ну, все очень жестко и болеть нельзя вообще там, вообще. У нас в России это приходит, а там вообще, потому что, если человек заболел, ты сразу можешь там в течение недели, там двух потерять работу, потерять там одно, другое, третье. Ну, и даже русские люди, которые туда приезжают, которые привыкли вечером, там, пойдем с друзьями, а вот загуляем полночь за полночь. Нет, там, так, time is money, время, деньги, да, надо мне поехать, там все дела сделать, потом только уже как бы это самое. Ну, много плюсов, много минусов, как и везде. Вот, гастролируем, ну, в основном это, конечно, русскоязычная аудитория, люди, которые диаспорами там живут в странах в Европе и в Америке, они приходят на концерты, с удовольствием слушают, ностальгируют, много записок, очень такое, обычно за границей превращается в творческий вечер. То есть люди приходят, записки пишут, а Сергей, а что там в России там нового, а что там интересного, ну, это расспрашивают какие-то вот такие вещи, и песни, и плюс общение вот такое живое с людьми. Вот, и посмотрим, что там у нас со второй стороной. Ну, еще можно, можно добавить огонь, кстати говоря, ничего страшного. Пусть у нас немножко, ну, хотя уже даже крови нет, ну, пусть немножко вот схватится именно сторона такая вот, которая прилипает к маслу, а там внутри пусть оно там протомится, как следует. Отлично. В среднем, сколько по продолжительности ваш концерт? Концерты разные форматы, в основном это где-то час одно отделение, потом перерыв, обязательно мы делаем на всех солидных концертах антракт, люди выходят, делятся впечатлениями своими, как-то обсуждают, потом садятся опять, опять начинаем второе отделение. Ну, и в принципе, то, что касается, почему у нас с живыми музыкантами, это на самом деле правильно, потому что и музыканты должны отдохнуть, и там тяжелые инструменты, там все понятно, ну, такое, как бы, мы обязательно делаем антракт. Было ли такое, что вот, ну, вот настолько не отпускала публика, да, и там длился концерт, так что, уже так, бутро. Вот сидит-то директор за стеклом у нас в студии, вот он не даст соврать, и у нас все концерты, они проходят именно так, все концерты. То есть люди, ну, конечно, неизвестно, что будет, но люди встают всегда после концерта, после последней песни, люди встают, аплодируют, и особенно фанаты, которые приходят, и понятно, что в Арзамасе тоже часть таких людей есть, но мы первый раз здесь, и они, естественно, будут качать, давай там песню, там, из первого альбома, который 20 лет уже, я ее сам не помню, а он ее знает наизусть, он сидит в зале, женщина там, и, конечно, нет возможности спеть все эти песни, потому что, ну, а завтра-то уже и другой город, на самом деле, другой концерт. Но по максимуму мы стараемся, особенно если какую-то конкретную песню люди, там, Волчонка, давай, мужики приходят, давай, Волчонка, Серега, эээ, все, и приходится петь эту песню, Волчонка уже как на бис. В пользу случаем хочу поблагодарить партнера нашей программы, это кухонная студия Мария в городе Арзамасе, которую предоставила она замечательная кухня, но на которой не стыдно встречать даже таких почетных гостей, как все же есть любая моя моя моя. Спасибо, Юра. Да, это вот для мужчины, это очень важная процедура, это, понимаешь, это такая имитация живого огня, и ты мясо вращаешь, и ты понимаешь, что если ты уйдешь куда-то, знаешь, вот как сейчас урбанизация, микроволновку закинул, пошел футбол смотреть, пока разогреется. Нет, это живое общение с продуктом. Ты общаешься здесь, у тебя обязательно должен шкалик стоять с чаем, ну, или, может быть, что-то, кто-то покрепче, может быть, любит, я подозреваю. И ты потихонечку, вот, это мясо нужно с уважением относиться. Тогда с любовью, тогда продукт будет, то, что называется, готов, как бы, совершен. Потому что салатик мы настрогали, салатик, он стоит уже, ждет своего часа, а с мясом нужно аккуратно и в положение. Сейчас на всех каналах всевозможные шоу, где участвуют звезды. Приглашают ли, удалось ли где-то поучаствовать? Приглашают, но момент такой, что телевидение, ну, как бы, особый мир, они живут совершенно... Расскажите всю правду. Да, по своим каким-то законам. И момент такой, что, конечно, может быть, если бы Сергей Любавин там был на ОРТ или где-то, конечно же, в Арзамасе, допустим, знали бы больше человека, как артисты, как все. Вот именно это обидно. Потому что такого кого-то рваться туда во имя, там, во что бы то ни стало. Ну, пригласят, я приду там, и какая-то передача интересная, что-то. Но там, как бы, своя тусовка, своя жизнь. И, наверное, Юра, и ты заметил, что Новый год, все каналы, это 10 человек, которые... Ну, да, одни и те же лица. Она сидит там, один поет, канал переключил, он же поет. Третий канал, этот же поет человек. Ну, так нельзя. У нас не Швейцария и где там население, там вот такое. Для России, Российской Федерации, должно быть много артистов, хороших, разных жанров. И человек, сидя у телевизора, должен сам себе выбрать, кого ему слушать, кого ему не слушать. А если их 10 человек и на всех каналах, это неправильно. Ну, это мое мнение. Вот, все, баранинка у нас готова. Мы ее вот так аккуратно сюда. Да, может быть, на другую тарелочку, потому что мы дожарим сейчас. Два кусочка осталось. Сюда. Туда. Друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях певец, поэт Сергей Любавин, с которым мы вместе. Я все-таки причастен чуть-чуть, да, я солил. Не, по-любому, да. Приготовили нежнейшее, я в этом уверен, каре ягненка, да, и салат из помидоров и зеленого лука. Все гениально и просто, в очередной раз подтверждает замечательный человек, очень общительный, очень интересный. Сергей, будем пробовать? Будем пробовать. Единственное, тоже алаверды. Так. Слушайте красивую, хорошую музыку и кушайте вот такие замечательные, простые, исконные, настоящие, естественные блюда. Всегда ваш, Сергей Любавин. Спасибо. Давайте пробовать, Сергей, давайте вместе. Давайте, да, что тут у нас? Ножик есть у нас? Есть ножик. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить еще одного нашего партнера, торговую компанию Канна, которая предоставила нам большинство продуктов, да, ну, баранинку мы взяли все-таки на рынке. Девиз, слоган компании Канна покупают у нас, потому что доверяют очень хорошие магазины покупать продукты в Канне. Так. Пробуем? Я с вашим позвоночником. Как вы сказали, по-мужски будем? Ну, бомба. Вообще мы миндальничаем, ножи, вилки, а вообще это в нормальных кухнях российских, это берется руками, мужчины берут. И женщины с наслаждением смотрят на мужчин, когда они это делают. Им почему-то приятно. Не знаешь, почему, Юр? Ну, я не могу говорить. Загаданно, я понял. Очень вкусно. Сергей, ну, вот прям честно не обману. Прям вот ни сходечки не обманули. Очень приятно. Я вас благодарю. Взаимно. Спасибо огромное. Благодарю еще одного человека, это Игорь Евсифеев, благодаря которому состоялась запись этой программы. Смотрите нас каждое воскресенье, также четверг. До новых встреч, пока. Партнер программы – торговая компания «Канна». Мария. Когда кухня в радость. Самые вкусные блюда получаются на красивой кухне. Флоропринт сделает вашу кухню неповторимой. Кухонные фартуки и фасады с использованием фотопечати – это модно, красиво и вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова